Размножение хризантем. Пышные и красивые цветы украшают городские клумбы, полисадники домов. Даже на балконах и подоконниках можно увидеть комнатные сорта. Все лубуются цветами, но не каждый знает, как правильно развести хризантемы. Посадка хризантем. Процедура посадки хризантем совсем не сложная, однако некоторых правил придерживаться необходимо. От их добросовестного выполнения зависит состояние и красота хризантемы. Выбор места весенней посадка культуры проводится в первых числах июня, когда полностью минует угроза возвратных заморозков. Если высадка цветов запланирована осень, то рассчитать срок необходимо так, чтобы до первых заморозков оставалось не менее двух недель. Только в этом случае хризантемы успеют укорениться и окрепнуть. Присматривая участок под цветник, нужно остановить выбор на возвышенном месте, где много света и мало ветра. Хризантемы очень не любят застой воды и тень. Что касается почвы, то растению необходима слабокислая, нейтральная среда. Глинистые и песчаные почвы нуждаются в дополнительном удобрении. Посадка хризантемы, внося удобрение, необходимо учесть, что не перепревший навоз вносить нельзя, лучше сделать выбор в пользу перегнояк биогумуса. Однако вносить подкормку нужно с осторожностью, не перебарщивая, иначе вместо цветов растения начнут усиленно развивать зеленую массу. Как сажать культуру? Наилучший день для посадки цветов пасмурный, а в идеале, когда идет дождь. На лунке время лучше не тратить, а высаживать растения в траншею с интервалом примерно 40 сантиметров. Внимание! Если после высадки растения полить корневином, то укоренение пройдет значительно быстрее. Одновременно с высадком проводят прищипку удаления точки роста. Прищипываю дыбоковые побеги, чтобы вырастить густой хризантемный куст. Эту манипуляцию проводят к мелкоцветковым сортам. Выращивание крупных цветков предполагает удаление боковых побегов. Высокорослым сортам в качестве опоры подставляют колья, сетку, конструкции их проволоки. Полив поливать хризантему нужно всегда обильно, но следить, чтобы вода не застаивалась. При нехватке влаги стебли цветка деревенеют, а цветы становятся тусклыми. Важно! Поливать следует только подкорень дождевой водой, либо отстоянной с добавлением капель аммиака. Подкормка Подкормка для хризантемы нужна обязательно. Минеральные и органические удобрения следует чередовать. За сезон проводят 3-4 подкормки. Первый подкорм нужен аммиачным азотом, чтобы культура нарастила зеленую массу. Для стимуляции интенсивного цветения хризантемы на момент ботанизации предлагают фосфорно-калийное удобрение. Комнатная хризантема Хризантему успешно можно выращивать в горшках, на балконе и на подоконнике. Находящиеся в комнате цветы требуют много воздуха, поэтому следует делать систематическое проветривание. Комнатная хризантема Поскольку пространство хризантемы ограничено горшком, ей неоткуда добывать питание. На помощь цветку придет мультифлор. Опрыскивая еженедельно домашнее растение этим удобрением, можно в достаточной мере обеспечить его всеми необходимыми веществами. Размножение хризантем Чтобы яркие цветы до поздней осени украшали сад, нужно знать, как размножить хризантему. Размножение хризантем поводят несколькими способами. На заметку, однолетние сорта размножают только семенами, а разведение многолетников проводят через рассаду, черенкованием, делением куста. Семенное размножение К концу мая подготавливают лунки и поливают теплой водой. В них выкладывают по 3-4 семени, присыпают грунтом и накрывают пленкой для сохранности влаги и тепла. После появления всходов покрывной материал убирает почву рыхляд, удаляет сорняки. Семенное размножение хризантем Когда ростки хорошо окрепнут, их рассаживают по отдельности. Рассадный способ Ранее весна Лучшее время для выращивания рассады. Неглубокие контейнеры заполняют почву смесью, предварительно позаботившись о дренаже. Перед тем, как размножать хризантемы рассадой, следует учесть, что семена однолетников нужно припорошить землей, а многолетников лишь слегка прижать к почве. Увлажнив посадки, контейнер накрывают стеклом, пленкой. Содержат ящики с рассадой в тепле, периодически проветривая и увлажняя теплой водой. После появления ростков, все контейнеры помещают на самое солнечное место и начинают закалять рассаду, периодически снимая укрытие. Обратите внимание, густые всходы пикируют в другие емкости и опрыскивают эпином, цирконом, чтобы помочь им быстрее укореняться. Готовую рассаду высаживают в мае. Черенкование как правильно размножить хризантему черенками знает не каждый. Предварительно следует позаботиться о маточнике. Зима может повредить его, поэтому делают укрытие из лапника веток дуба. Хорошим решением будет перемещение маточника в подвал. При этом в течение зимы нужно не забывать его поливать. Перед тем, как черенковать хризантему, следует дать ей возможность хорошо подготовиться к весне, подкормить удобрениями, убрать поврежденные части. Через время маточник будет готов к активному размножению. Под конец весны с маточника можно срезать черенки. Черенкование хризантем будет успешным, если пользоваться только прикорневым материалом. Боковая поросль положительных результатов не даст. Важно! Черенок срезать чистым острым ножом чуть выше почки и листа. Срез обрабатывают стимулятором роста и помещают в питательный влажный грунт под наклоном. Когда появятся корешки, черенки пересаживают на постоянное место. Черенкование хризантем Когда понравились хризантемы, как разводить их из имеющегося букета? Однозначно черенкованием. Вначале осматривают букет на наличие боковых побегов. Если таковые имеются, их аккуратно срезают и прежде, как укоренить хризантему, обмакивают в стимулятор роста и помещают в почво смесь. Сверху черенки накрывают банками, чтобы создать необходимые условия для укоренения. Аналогичным способом можно проводить черенкование хризантем летом, срезая боковые побеги у взрослых кустов и укоренять их. Деление куста малоопытных цветоводов часто интересует, как размножается хризантемы самым простым способом. Проще всего размножить цветок – это поделить куст. Процедуру проводят в самом начале или в самом конце лета. Выбирают сильные, здоровые растения с хорошо развитыми соцветиями. На заметку, в зависимости от возраста выбранного куста, его сортовых особенностей разделяют на разное число частей. К примеру, трехлетнюю хризантему можно разделить на 5-6 частей. Выкопанный маточный куст берут руками и аккуратно разделяют корни с побегами на части. Высаживают сразу в заранее подготовленные ямки с перегноем. Посадки поливают обильно, но так, чтобы избежать застоя воды. Рекомендации цветоводов. С самого начала осени хризантемы нужно подкармливать. Первоочередно их обрабатывают фосфорорганическим инсектицидом каждые 4 дня трижды. В этот период частые поливы не нужны. В последних числах сентября желательно для хризантем делать перевалку. Основной ком слегка обтряхивают до легкого оголения корешков и пересаживают в горшки. Дренаж обязателен. Осенью кусты осматривают и при необходимости обрабатывают от вредителей, чтобы они не пристроились на зимовку в куст хризантемы. Элитные сорта следует пересаживать каждые 3 года на новое место. Соблюдая нехитрые правила, можно вырастить и размножить красивые сортовые цветы для дома и для сада. 0.0 World Article Rating 0.0 World Article Rating 0.0 World Article Rating 0.0 World Article Rating